Ребят, всем привет! Это Андрей Гавриков и продолжаю открывать для себя Россию и делиться своими открытиями с вами. Сегодня Ульяновск. Честно скажу, когда ехал в Ульяновск, я вообще ничего не ожидал от этого города. Я особо сильно про него ничего не знал, ну кроме того, что там родился Владимир Ильич Ленин, кроме того, что там есть завод ВАЗик и кроме того, что моя родня по стороне отца с Ульяновской области, и там в самом Ульяновске тоже живут родственники, которым я не стал говорить, что я приехал, потому что это бы кончилось все застольем и никто бы меня никуда не отпустил. Весь этот день пришлось бы сидеть за столом, а не ходить и изучать город. Как я путешествую вообще по России? Я заранее стараюсь не узнавать, какие есть достопримечательности. Я вот с утра просыпаюсь в гостинице и за завтраком смотрю, чего есть интересного. Или не за завтраком, просто раскидываю точки по карте и еду изучать. Так вот, в Ульяновске оказался совершенно замечательный музей гражданской авиации, прогулочные улицы, в общем, в центре города есть что посмотреть. Ульяновск реально впечатлил меня с точки зрения туризма. Есть и сетевые гостиницы, и реально крутые рестораны, и куча музеев, достопримечательностей. И вот, что меня еще поразило, в Ульяновске какой-то, ну блин, нереально добрый народ. Просто вот, я не могу объяснить почему. То есть, везде, в принципе, в России, где я путешествую в глубинке, и не в глубинке, как бы, да, там, в городских центрах, ну, люди добрые, открытые, максимально позитивные. В принципе, как и в любой другой стране, где я ездил. Но здесь они прямо какие-то совсем добрые-добрые. То есть, я вот даже в своем посте в Нильзиограмме сравнил их как с индусами. Вот когда я в Индии был, вот народ настолько же открытый и позитивный какой-то. В общем, клево. Ладно, давайте какое-то длинное вступление. Давайте вместе с вами отправимся сейчас в этот замечательный музей гражданской авиации, а потом прогуляемся по городу. Погнали! Всем привет, с Ульяновска. Отоспался просто до упору. Так на массу даванул за всю рабочую неделю. Короче, в Ульяновске адски рекомендую Рэдисон. Отличная гостиница и очень недорогая для своего уровня. А напротив отличный ресторан, где можно поужинать гонзо. Готовят там стейки и все остальное прямо топчик. Сейчас жду такси и еду в музей гражданской авиации. Уникальный и один из самых больших в России или вообще в мире. Короче, на месте разберемся. На проходной, где касса, находятся макеты самолетов Ан-24. Як-42 летал на нем. И-18. Проходишь проходную и просто шикарнейший вид. Кайф, 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 кайф. Основные вехи развития авиации. Смотрите, логотипы аэрофлота как менялись. Ничего не написано, что это за агрегат. Ну вот. А вот этот добролет. Первый гражданский самолет. В Советском Союзе. АК-1. Смотрите, какой он вообще просто. Максимально простой. Просто красотища. Ан-24. Легендарный самолет. Я не знаю, я по-моему даже летал на нем, может быть, один раз. А может и нет, не знаю. Смотрите, вот этого красавчика М-15 я уже видел на какой-то выставке авиационной. Польско-советский самолет. Единственное, в мире турбореактивный сельскохозяйственный самолет. Очень забавная штука. Кстати, может быть, даже в Польше-то и видели, когда мы были в Кракове. Там музей авиации тоже есть. Смотрите, Л-410. Вот я, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, именно с таких в Айрограде Коломна мы с 4-х километров-то и парашютировались. Похоже на него, да, реально. Только там, конечно, он не такой был гламурный внутри. Блин, такое классное место, ребята. Я вот просто сейчас кайфую. И глаза радуются, и душа поет. Обожаю авиацию. Самолет для нужд ГАИ. Он, смотрите, какой гигантский лежит на пузе. Ми-8. Красавчик. Такой он нелепый, этот Ми-4. Просто так его расколбасило. Вы посмотрите на это чудо. Это реально не вертолет, это какой-то, блин, кит. Вон на его фоне Ил-18 кажется вообще малышом. В общем, это Ми-6. И он просто офигенный, огромный, блин. Доставлял военную и гражданскую технику. Диаметр Инта 35 метров. Рекорд мира. Да, красавица, АНТ-4. Авиарктика. Смотрите, вон у него полозья. Для того, чтобы, судя по всему, на лед приземляться. Блин, мне кажется, любому мальчишке надо здесь побывать, посмотреть на эту прелесть. И если ты еще не любишь небо, то здесь могут зародиться первые ростки этой любви. О, можно в Ту-124 зайти внутрь. Я еще, по-моему, летал на таком. Первый мой полет я совершил в 3 месяца от своего рождения. Из Минска к месту службы отца. Да. Нет, на таком я точно не летал. Такой запах вы бы еще представили себе. Умывальнички. Виапи-столики. Вот это количество приборов, я вам скажу. Там еще спереди человек сидел. А это Ту-116. Всего было построено два экземпляра. И вот сохранился только один, вот этот. Межконтинентальный турбовинтовой авиалайнер. О, Ту-144, смотрите, там стоит далеке. Все-таки, да, на Ту-124 я не летал, скорее всего. А вот это был либо Ту-104, либо Ту-114. Что-то из них. Причем еще даже в российское время уже летал. В 2006 году куда-то на юг мы летали. А может, Ту-204 был. Ну, короче, я не помню этих моментов. Прикиньте, Ан-2 имеет 12 рекордов мира. Занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой одномоторный биплан в мире. А также как единственный самолет, производящийся более 60 лет. В настоящее время производство в Китае под названием И-5. Чехословацкий Дельфин Л-29. Учебно-тренировочный и боевой реактивный самолет. Самый в чем класс здесь. Мы находимся, ну, прямо возле аэропорта Гражданского. И, видимо, местный тоже мало этой авиации. Вон, летает над нами самолетики. Ил-28. Вообще какой-то космос. По дизайну даже сейчас он там выглядит просто суперсовременно, как по мне. Первый отечественный реактивный фронтовой бомбардировщик. В 1948 году выпустили. Ну, это, наверное, и называть вам не надо, да? Что это за самолет? Ведь все знают, что это культовый МиГ-25. Просто обалденешь, агрегат. Ну, и для тех, кто забыл, как и я, Ту-144 это первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет. Первый полет опытный состоял с 31 декабря 1968 года. Эх, а я уже обрадовался. А вход-то тут о, воспрещен. Ну, да ладно. Посмотрим в турбину. 62-й Ил. Там вдалеке 86-й стоит гигант. Сейчас до него дойдем. ЯК-42. Вот на нем я, если не ошибаюсь, летал, летал в Саратов. В Сараве была такая авиакомпания. И в Ижевск, по-моему, такие летали тоже самолеты несколько лет назад еще. Но могу ошибаться. О, сарится Ту-144 с этого ракурса. Какой кайфовичный. А это, короче, воздушная маршрутка, как я называю. ЯК-40. Летел она таком меньше недели назад с Вологды в Москву. На удивление, мягчайший взлет, мягчайшая посадка. Внутри, конечно, совок совком. Вот. И я со своими габаритами помещаюсь на полтора кресла там. Вот. Но просто как авиаагрегат замечательный. Ил-14. Смотрите, винты закрепили такими листами. Походу, очень подвижная конструкция. От ветра болтались бы. Ну, а вон еще один ЯК-40. Тут три штуки стоят. Ребята кайфуют. Ну, а это прямо вообще какой-то тоже гигант. Ил-86. Стоишь с ним рядом, как муравейчик. Приехал завтрак обедать. Здесь перерыв сейчас центр. Ну, не центр вот этой улицы. Молочный переулок вообще. Название очень красивое. Вот и солнышко ко мне появилось. Хотя обещали дождь сегодня. В общем, будет здесь скоро свой Арбат. Тяжелой дом 19 века. Каждый второй дом, если не каждый первый такой. Честно скажу, не думал сюда ехать. Уже проезжал мимо. видел их. Но все-таки расцветочка бодренькая. Это храм всех святых. Вот. Находится на территории вот с такой красотищей. Спасовознесенский собор. Свежепокрашененькое все такое. Свежепокрашен. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Хорошо поработали с цветом, вырви глаз, как в Индии, обожаю Слушайте, в городе есть еще один классный музей, музей пожарного дела, или как так он называется У меня еще все время успеть его посетить, а потом уже пойду гулять по центру Облом до пяти, хотя в интернете нашел, что работает он до шести на Яндекс.Картах Эх, ну ладно, не судьба Единственный экспонат, который я увидел Улица, на которой я сейчас нахожусь, называется как музейная в народе Здесь куча всяких разных музейчиков Деревянные дома здесь достаточно такой нестандартной архитектуры с колоннами То есть это, наверное, особенность этого региона Ну а вот напротив находится дом музея Ленина Вон где он жил и так далее Я честно скажу, никакого желания идти смотреть нет На всю эту историю настолько в детстве Засрали мозги всем этим говном Что сейчас никакого желания нет Когда начинаешь разбираться в истории, понимаешь, что Обычный террорист Вон что, обидно Интересный музей до пяти работает Что этот, что пожарная часть С Лениным до шести Ну, не буду я туда ходить Ну да, это улица Ленина, между прочим Ну что и логично Как ее еще по-другому можно было бы назвать Здесь вот в детстве бегал, наверное, этот картавенький Вовочка Евангелическая литеранская церковь Святой Марии Смотрите, какая прелесть из дерева Красота Умели же строить Усадьба подлежит охране и так далее Но используется под офисы Здесь адвокатская контора находится Прикиньте В общем, видите, это совершенно обычная архитектура для этих мест Такие вот деревянные дома С колоннами Красотища Дом музея Гончарова Огромный Везет мне в последнее время находить вот эти вот Цветуёчки вьющиеся То в Череповце видел То сейчас здесь в Ульяновске Стандартный набор Дом правительства Перед ним огромная площадь И тот, в честь которого назван город Ну, с последним его названием Так, это был Симбирск А до этого Синбирск Смотрите, какой кайф Деды играют в шахматы В Череповце вот был На той неделе Там в парке дети играли Здесь вот пожилые отрываются О, шашечки ещё есть Красота Вот эта вот штука называется Ветровой орган Только по ходу ветра нет И что-то он не работает А, вон там поотрывали всё Уроды Какая красота здесь Слышите, дядь он стучит Снизу необычная лавка А где-то сверху дядь он Смотрите, какая здесь широкая матушка Волга И ещё один дом Гончарова, красавец Смотрите, какой Это, конечно, мне всегда смешно Вот та сторона, которая В набережную слева Вся чистенькая, аккуратненькая А справа вон Ничего не крашено Памятник букве ЙО Впервые введена в обращение Была к Рамзиным В книге в 1797 году И с ножки был написан Что читать её как ИО Ну и с точкой О ЙО Памятник основателю Симбирска Богдану Хитрого Или Хитрого Богдану Хитрого, наверное ХЗ Всё-таки вот эта, судя по всему, Главная площадь Как-то она более живая Ну, вон, можно спуститься вниз Разные уровни парка Но я этого делать, конечно, не буду Площадь Ленина, на которой Крылатые пони обитают Ставлю Ульяновскую твёрдую пятёрку С точки зрения туризма А это памятник местному камню Называется он Симбирцит Я так понимаю, в честь города Симбирска А, ну да В 982 году Вот так вот Он очень похож на Как вы видите Янтарь Но не янтарь А вот такой вот Камушек И вот прямо В центре города Стоят таблички Судя по всему Памятники архитектуры тоже Вон один покосился чутка Те, кто смотрит все мои видео Из поездок Знаете, что я люблю Центробанки снимать И вот в Нижнем Новгороде Обалденный В Курске шикарный А здесь что-то такое Непонятное Совсем Судя по всему В 90-е строили что-то Да, как всегда Нужны ваши комментарии Что понравилось Что не понравилось Если вы с Ульяновской Пишите Всё ли я как турист Основной увидел Или что-то пропустил Как вам мой взгляд На ваш город Буду благодарен Любой обратной связи Всё, будем прощаться Увидимся в следующих видео Спасибо за ваше внимание За ваше время Спасибо Пока-пока На связи И мирного неба над головой